всем привет дорогие друзья мы продолжаем играть в майнкрафт skyblock так что у меня провода какие-то повылазили на прочь одну штуку забыл открыть ооо все посыпался стареет забывай все так сейчас я все по-быстрому открою дарь вас сегодня у нас по планам с вами построить достроить наконец-таки ферму видим я думаю что мы сегодня это сможем сделать там в принципе не так уж и много если управимся быстро попробуем еще строить ферму железа но если вторую башню железную мы не будем строить на видео то но собственно на ю тубе думаю что никто не особо не обломается потому что и так уже строил две такие фермы собственно две такие еще будут там на этот немножко поднял сундук немножко железа накопилось достаточно много и так много конечно как хотелось бы каблы но еще один то ферма работа смело строим еще одну там 2345 отлично если бы еще их вручную гасить было бы вообще прекрасно так ну железо в общем до задницы пока что пока что вроде хватает но если если строить что-то реально большое то там уже конечно не хватит железо штука такая думаю что его дофига она бац и кончилось так забираем забираем ведро это я ведро по-моему да это я крафтил здесь ведро так пускай это здесь лежит кирка мне в принципе тоже не нужна с собой вот этот благополучно разнес как видите здесь обсидиан стоит благополучно разнес вот тут кусок вот тут кусок пришлось тратить лаву драгоценную да чтобы установить генератор так давайте заберем наверно отсюда весь всю каблу вот если я сейчас упаду вниз то улечу вверх calamity deadshot два месяца подписано огромное спасибо с меня песенка как только за тобой по моему так еще куча песен но с меня песенка за рисап как только будет что-нибудь с музыкой нет сегодня антроза ганджина не будет хотя если мы закончим прям очень-очень-очень-очень быстро то может быть в конце поиграем но я не думаю что мы закончим быстро так сюда сюда два стака блоков всего лишь это порядка 18 стаков железа это мало это мало это меньше чем хотелось бы так нормал воки какие ж были на те фермы все-таки огромные редстоуна у меня нет по-прежнему вот что плохо ну то есть есть но вот то то небольшое количество так сказать пока тут валяется мне в принципе не нужно ни хрена здесь мне нужно кабла каблу забираем я бы на уму саба кинул профист но именно сегодня у меня закончился саб бывает но если сегодня у меня кончится редстоун поговорим о том что кончается будет плохо все если я гакнусь вниз вместе с рядом это будет плохо возможно возможно стоит как-то над этим поработать так чё у нас тут опять санса на мышки хреновая сейчас знаю мне лень все еще ставить не подождите где это контроль сдак мне лень выставлять дрова от блатика поэтому приходится так геморроица люто это надо просто зайти и скачать их будет принципе мышка тут не виновата мышка у меня хорошая если кому-то все еще интересно в ладе v5 ой господи блади в его 8 м старая привычки называть или 5 и 8 м кстати да я посмотрел снапшота 14 16w 14 и и он до сих пор лагает нам до сих пор нещадно лагают моба вот так что маджанги молодцы так давайте давайте наверно перекрафтим немножко 1 2 3 4 5 6 7 8 немножко камня все равно мне он пригодится так и вот так ну кай так а еще можно камня наверно можно я думаю что я буду не против маэстро я не очень понимаю чем ты меня просишь я не очень понимаю что такое рапира ноэмбера и вот эта вся штука я предположу что это дота и я с я скажу что нет я ферму золота не хочу строить во всяком случае не за дота шмотки или чем бы там это не было потому что это порядка порядка там 6 7 часов работы если есть все материалы а то и больше может быть часов работы целый день надо угрохать сколько уйдет на установку 2 2 с половиной сундуков до блок 3 что-то около того скажем так то что они стоят дорого это не значит что они что они мне нужны хоть сколько-нибудь я в дотан не играю если это дота конечно так чё побежал-то сюда да давайте порубим дерево пока что пока все плавится а Сказочный дотер! Привет! Привет, Нео! Не, меня дота-шмотки абсолютно не интересуют. Вот если бы ты предложил ту же самую сумму в рублях, то я бы подумал. Но время у меня есть только в выходной, так что... Так что это? А в выходной я не работаю. Потому что я не идиот, чтобы работать в выходной. Ванилы сегодня не будет. Я просто думал, что... Ну вчера почему Скайблок-то был? Потому что до этого я думал, что... То есть какой сегодня день? Пятница, да? Вот вчера был четверг. В среду я думал, что... Что сейчас не среда, а четверг. Я думал, что будет пятница и Скайблок только в понедельник. Вот. Я думал, как бы, а, так, закончу неделю как-нибудь так. Вот. Ну а потом я понял, что в среду, собственно, в среда, а не четверг нифига. Я в датах просто запутался. Ну и... Поэтому решил заскайблочить вчера. Вот. А так как я вчера испытал очень-очень неплохой такой Будапешт в связи с одним обстоятельством, то, в общем-то, да. Скайблок и сегодня. Так, может быть, сегодня и ванилька была. Короче, странная логика, да. Никс не продается, но только если за день. Это не продаваться называется. Называется зарабатывать. Не, ну если человек хочет, то почему нет? Так. 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 А, маэстро, ты смотри Я еще не давал согласия Я еще не сказал да Если хочешь это обсудить Пиши в личку вконтакте, обсудим Так Написано было, что ты профукал все блоки Сейчас тебе почти сундук каблы Ну, авк Экспадра наша, все ново Нажимаешь, так, становишься Нацеливаешься на генератор каблы Нажимаешь одну кнопку и уходишь курить на 2 часа Через 2 часа, если ты возвращаешься Потому что курить 2 часа То можно сдохнуть нахрен просто Вот, если ты вернулся через 2 часа, ты молодец И у тебя куча каблы Так, да, что у нас там Ммм, долго еще Оки-доки Что еще можно сделать-то такое здесь Да, ну да Заблокировано Дверица не доробил Вполне может быть Угу Какая-то будет 2 часа жить Алмазная Ну, у меня же не супер-пупер генератор камня У меня же самый простой Так что скорость там, в принципе, не космос Далеко, блин, не космос Так, давайте тогда пока что сделаю забор, наверное Поставлю его вот тут, вот там Ну, раз уж мы все равно ждем, пока камень переплавится Давайте займемся делом Ммм, так, палок нет, да? Ну ладно Блин, я вечно забываю, как крафтятся эти чертовы заборы Да, вот так Так, спать Ну, наверное, скрафтим еще Немножко факелов Ну все All in All in, так говорил мой товарищ Иду в All in С парой двойк Да Сериалы Сериалы, да, я смотрю кучу сериалов Штук 30 сериалов, наверное, смотрю У меня даже списочек свой есть Вот, но Игру престолов нет Игру престолов я дропнул Я под нее кушать не могу Слишком уж она Это самое Ну ты понимаешь, блин, это игра престолов Мне надо комментировать, почему под нее кушать неприятно Но я люблю кушать под сериал Там Там либо кого-то жарят, либо кого-то убивают Я боюсь, что это будет когда-нибудь одновременно Так Ну как-то так Скоро вот Dark 3 Жалко, что на Xbox 360 не будет его Поэтому пришлось покупать ресивер На джойстик Продавец DNS сказал, что товар придет через неделю Прошел уже месяц Ну бывает Вообще хрень какая-то у Microsoft И все с этими ресиверами сраными Они продают геймпады Я понимаю, что они продают свои геймпады Под свои же Под свои же сосоли Да, то есть Как бы подразумевается, что ты берешь Геймпад под Там 360-й бокс То, что он у тебя есть Не для ПК Ну какого ж хрена они тогда совместимы с ПК И, блин, найти геймпад с ресивером Беспроводной Представляете, беспроводной геймпад вы покупаете За достаточно неплохие деньги И внутри нет ресивера Нет ресивера Ресивер это, кто не знает Такая штука, которая позволяет его В принципе подключать в ПК То есть Если у вас Этой штуки нет в комплекте Вы лох опозорились И можете идти как бы И сосать Как мишка лап То есть Искайся отдельно ресиверы Где-то на сайте Майкрософта Либо на Алиэкспрессе Но в комплекте их не бывает Сколько вот перерыл сайтов Никогда его в комплекте не было Вот А еще у Майкрософтов Очень забавная Забавная модель распространения Геймпада от Xbox One Тоже Я просто себе искал беспроводной геймпад Хотел взять одно время Ну Я отказался от этой мысли Может быть Может быть Даже По-моему И к лучшему Дело в том Что продается Геймпад от Xbox One И вот уже Сколько дней Сколько Там полгода Да Год Сколько там Консоли Этой лет Этот геймпад продается Без ресивера И ресивера просто не существует Насколько я понял То есть Но вы можете подключить его к ПК Угадайте как Правильно Через провод Стоит этот геймпад Четыре куска Ну тогда стоил Когда я смотрел его Как вам Геймпад за четыре куска Беспроводной Который работает только от провода Нормально, да? Отдать свои деньги И обнаружить Что В общем-то Вы можете пойти нахер Мало ли что-то там покупал У меня много вопросов К Майкрософту В связи с этим Главное Ладно, ладно бы Какой-нибудь там Дефендер Знаете Дешманский был Который Ну простительно Да, можно Могут не укомплектовать Так нет Ни хрена Это ж чертов Майкрософт Это ж чертов Эксбокс Блин Сосоль нового поколения Но нет Все те же грабли Майки сделали Свои джойстики Такими Что их нельзя Будет подключить К другим устройствам Без ресивера У PS3 по-другому Можно подключить Везде, где можно Даже к телефону И так далее Очевидное решение Очевидное А, очередное, господи Доказательство того Что у PS3 лучше бокса Ну, лучше, не лучше Но PS3 тоже Там какие-то проблемы имели Не помню, какие Но он, по-моему По блютусу По-банальному Подключается По тому, что есть у всех Так что Ну, если не у всех То покупается В любом переходе Условно говоря Вот, так что Да, здесь В этом, конечно PS3 дает пинка Белкомягким Причем хорошего Такого пинка Причем, по-моему Абсолютно заслуженного Ну, то есть Я не понимаю Почему Такая проблема Может быть вообще Почему В 2016 году У нас такие проблемы В принципе Возникают Как Не укомплектовать Свои геймпады Какой-то, блин Маленькой звездюшкой После стрима Да, я посмотрю ВК Так Так Что тут у нас Ну, давайте Вокруг сделаем Просто мне Уже стремно Тут бегать Так Ну, ко мне мы дождались Но я уже Просто поставлю Забор Так Как-нибудь Так Воткнем его Тут березовые деревья Никак не получить Ну, почему Никак Блин Чего вам тебе Березы покоя-то не дают Ее красота Вон они То ли в аду То ли на втором острове Они саженцы были Ради бога Хоть упользуйтесь Блин Почему у всех Такие проблемы С березами Почему все Блин Меня про березы Спрашивают Там, блин Обкурились Что ли Этих берез Или что Почему каждый Второй комментатор И его мама На ютубе Спрашивают меня Про березы Ну, сколько можно В сундуке Они лежат Куки Пай В сундуке Пожалуйста Господи Просто прекратите Мне спрашивать Про березы Я очень вас прошу Карамель То, что вот Геймпаду Ресивер Не найдешь Поищи на Алиэкспрессе Китайцы много Что делают Сосну Нет Только Только Береза И дуб Сосну тебе Здесь не дают Ты можешь В принципе Себе ее Начитерить Если тебе Хочется Ну, то есть Саженцы Сделать И не париться В принципе Что тебе мешает Я не знаю Почему здесь Ограничения По Видам Деревьев Ну, разве Что Сосна Можно Сосну Выращивать Большую Два на Два Но это Сейчас Тогда не было Такого Наверняка Так Да, там Надо будет Немножко Подправить Все Где-то Ночь-то уже Наступает О, теперь Я чувствую себя Более-менее Защищенным На, вот тут Надо будет Еще доделать Ну, меня Видите, ресурсов Пока что Нет особо Там Деревянных Всяких Но этих Историй Поэтому Приходится Так Как-то Так Куда я Собственно Поперся Деревянных Оп- Где-то каждые три блока Хотя не нужно, в общем-то Но так немножко Как-то уютнее, знаете Так, ну здесь я просто пока ничего делать не буду Потому что мне, скорее всего, придется переместить Эту ферму рыбалки Фунт, а что я ее фермой рыбалки-то называю? Господи, ферму рыбы придется переместить Наверное, куда-то вот сюда Сюда, наверное, куда-то ее поставим Ну вот, здесь, скорее всего, будет дорожка Вот пять блоков в ширину, наверное, так ее и сделаем Туда, ко второй ферме Ко всей вот этой вот истории Так Туда, ко второй ферме Неоу, где-то промахнулся Хаа, ха, 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 уроды Вот уроды Плевать. как-нибудь так и так сойдет как-то так Потом мы конечно какие-нибудь, хотя я не знаю буду ли я тут упарываться по декору, но если буду, то какие-нибудь фонари соорудим. В какой-то момент мне стало жалко своего времени на декор. Так, ну что-то еще не освещено-то, блин, давайте, у меня там нет еще заборчика как идти к ферме. Здесь не буду пока освещать ничего, хотя темновато. Блин, везде это ха-ха-ха. Ужас. Как жителей получать? Ну собственно зомби-жителей вылечить, как тебе и написали. Отделить его от других мобов. Да, да, вылечить. А уже как ты будешь его отделять? Это уже сугубо, сугубо твоя проблема. Я вот комнату с освещением делал для этого. Убрал освещение. Мобы заспаунились. Посмотрел, есть ли там нужные мобы. Если нет, то отбежал, чтобы они все деспаунились. Но в принципе можно и написал переключаться. Каратенечко. Без разницы, по большому счету без разницы. Только время экономить немножко. Ну вот, в общем дождался пока появится зомби-житель, который тебе нужен. В принципе надо их как минимум двух. Минимум двух. Ну вот, после этого надо добыть все ингредиенты. Уже как доставать ингредиенты для зелья я думаю не буду рассказывать. Так все по-моему очевидно. Вообще вся информация есть на Википедии. Об этом, на Майн Вики. Ну и в общем-то жителя вылечить, да. Ферма золота нужна будет какая-нибудь. Простенькая. Любая. Хоть полтора пигмана в год. Главное получить золотое яблоко. Ну, два золотых яблока. Кстати, с золотыми яблоками аккуратнее. Никогда не держите их стопкой. Держите их вот так вот по одному. Отдельно. Потому что в Майне какой-то баг, когда пытаешься вылечить жителя, кормишь ему яблоко, и у тебя персонаж второе съедает следом. Ну то есть когда они у тебя вот так вот. Ты первое отдал ему, второе сожрешь сам. Всегда. Практически всегда. Не знаю какого черта, но факт. Вчера мы строим на эстетическую хрень в воздухе. А, не эстетичную хрень в воздухе. Никс, жалко время на декор. Что же дальше? Трэш, Угара, Садамия. А, я про Снелл. Знаешь как? Хочется строить, но я понимаю, что в этом мире играть долго не буду. Ну то есть я пройду его и все. И закончу. В принципе у меня уже дом красивее чем, блин, чем вообще все остальное у кого угодно. Там народ, кто из дерева лепит, кто из каблы. Так, ну что, сколько там времени у нас прошло? О, кто-то забыл записать время. Кто-то молодец. Ну допустим шестой минуты, тридцать минут. Давайте еще, наверное, немножко. Да пойду. Вот эту дорожку тоже надо будет закончить. Может быть даже сегодня. С остальным разберемся после. Сегодня главное получить редстоун. То есть после того, как я дострою ферму ведьмы, мы можем уйти в стрим с музыкой и абсолютно достраивать ферму железа там. Ну, потому что это такие же, абсолютно такие же две коробки. Много расчетов, беготни, добычи снега и вот такого всего. Как я и говорил, я возможно не буду это на ютуб запускать. Просто нет никакой необходимости, чтобы там еще неделю выходили видео о том, как я строю эти две коробки. Ну посмотрим, посмотрим. Иногда бывают интересные темы, иногда болтаем на всякое. Кстати, кто-то меня про сериалы спрашивал, что там еще за вопросы были. Ты что-нибудь еще спрашивал, а то я от чата отвлекся на какое-то время. Давайте я сейчас... Я вообще могу открыть, короче, сейчас текстовый документ определенный. И назвать сериал, в общем-то, который я смотрю. Ну, могу назвать те, которые я смотрю вот сейчас прямо смотрю. Так, второй сериал. Два сериала закончены, остальные все. Ну, собственно, теория Большого Взрыва, как я встретил вашу маму. Барыги Штам, Доктор Кто, Нация Зет, Ходячие Мерквицы на паузе, Флэш и Готэм, Стрела на паузе, Сорые Голова, Уэйвер Пайнс, Агенты Щит на паузе, Агент Картер, смотрю, сериалы Грим я дропнул, Доктор Хаос и Кассл запланированы, Игра Престолов на паузе, там, в принципе, уже сначала надо смотреть. Темная Материя, Область Тьмы, смотрю, Острые Козырьки, Пики Блайндерс или как-то так их. На паузе тоже надо сначала смотреть, Супергерл, Революция, Сотня, все три дропнуты. Константин закрыли, я его так и не досмотрел, по-человечески, так что его тоже надо будет, если его запустят по новой, надо будет смотреть. Нет смысла смотреть, там, 8 серий или сколько там его вышло. Вот, Фарго, Лили Хаммер, Эш против Зловещих Мертвецов, во все тяжкие, во все тяжкие дропнуты, предыдущие три, собственно, смотрю. В процессе, Человек в Высоком Замке только начал, Легенды Завтрашнего Дня, Хроники Франкенштейна, Хроники Шанары, Дроп, Шеймлесс и вот 11.22.63. Ну, из них закончились, как я встретил вашу маму и 11.22.63. Вот, все остальное там, ну, что дропнуто, я уже сказал. Доктор, кто заезженный фильм? Не фильм, а сериал. И нет, не заезженный. Но Доктора я не особо смотрю, на самом деле, так что особо, особо не обольщайтесь. Я до сих пор там, сколько, я уже закрыл эту крень. Пять серий первого сезона, ну, вот этого, в смысле, цветного, который, ну, который вот 2000 какого-то года, 2005, по-моему. Вот, штук восемь серий посмотрел, как-то мне не особо. Да, Шеймлесс, смотрю, британский, если что. Мне Константин, фильм очень нравится, игра тоже, сериал как? Сериал ближе к комиксу, и он мне, честно, доставил. То есть, ну, знаешь же, наверное, что ругают обычно Киану Ривса и фильм Константин, потому что не канон и все такое. Вот тут такой брутальный такой чувак, пофигист, но при этом знающий, что он делает. Сериал клёвый, но его закрыли, обидно. Обидно, что такой сериал закрыли. Скажем так, если бы он продолжался, это был бы просто лучший сериал про всякую паранормальную ересь. Но фильм, наверное, поэффектнее будет. Хотя тут сравнивать тяжело, потому что... Потому что сериал-то, в общем-то, не закончен. О. Немножко не выжил. А чё, хроники Шанар не понравились? Ты там эльфов видел? Нет, серьёзно, ты видел эльфов? Это как сумерки, только про эльфов, блин. Нет, спасибо. Я таких эльфов не принимаю. Пошли они в жопу. Я просто первые 10 минут посмотрел. Да, это типа не повод, ну, не время, за которое стоит оценивать. Но там эльфы выглядят, блин, как чмошники полнейшие. И так, на секундочку. Эльфы это отдельная раса. И они все должны выглядеть одинаково. Какие-то общие черты лица у них должны быть. Потому что это как азиаты, как негроидная раса, как европейцы. Ну, европеоидные или как там, блин, называется. Понимаете, есть общие черты лица. Там цвет волос, рост, ещё что-то. А у них главного эльфа играет этот чувак, который играл Гимли в Властелине колец. Или как-то. Да, Гимли. Ну, простите, но этот чувак не похож на эльфа. Ни хрена. Вообще, в последнюю очередь похож на эльфа. Камень в лесу больше похож на эльфа, чем он. И он хороший актёр. Я забыл, как его зовут абсолютно. Это один из моих любимых актёров. Правда, я его ни хрена никогда не узнаю, но отчасти поэтому это любимый актёр. Так что в жопу хроники Шанара и её эльфов. Сверхъестественное? Нет, даже не начинал. Вот Донава, кстати. Ну, если хочешь, посмотри Константина сериал. Обрубок от сериала, который остался, собственно, который есть. Может тебе понравиться. Но, может быть, обидно, что его нет. Рис Дэвис. Рис Дэвис его фамилия. Да, точно. По-моему, так. Взял себе четыре вафельки, ты пряничка, один киткатик малюсенький, одну сосисоньку. Бедик, аристократика. Ну, да. А я, как англичанин истинный, сижу, пью чай. Потому что каждый день начинается с чая. Сверхъестественное создано для 14-летних девочек. Ну, да, фансервис для девочек-подростков там определённо есть. Меня смущает даже продолжительность сериала. Может, он хороший был поначалу, но, понимаете, даже хороший сериал 14 сезонов не выдержит. Я не знаю, какую надо вселенную иметь, чтобы 14 сезонов сериала запустить. То есть, это простыми побегушками, там, за вампирами или за кем они там охотятся, не обойдёшься. Ну, они, по-моему, за все нечистью охотятся, да? Ну, как бы, не суть. То есть, рано или поздно у людей фантазия начинает иссякать. А в случае с нечистью, это довольно-таки быстрое... Быстрое... Как-то время. Вот, если оно быстро наступает. Ну-ка. Должно быть сейчас темно, как у негра в жопе. То есть, рано или поздно у людей фантазия начинает иссякать. А в случае с нечистью, это довольно-таки быстрое... Быстрое... Как-то время. Вот если оно быстро наступает. Ну-ка. Должно быть сейчас темно, как у негра в жопе. Да. У меня там что-то народ орёт какой-то на улице. Просто забейте. Полтора литра чая. Сериал «Менталист» 7 сезонов «Бомба» больше со серией. Ну, 100 серий — это не буквально. Не буквально. Но всё равно, то есть, слишком много сезонов — это плохо. Тогда сериал идёт на самом... Вообще, всё, что угодно идёт на самоповтор. Иногда... Иногда меньше надо сезонов сериалу. То есть, это не значит, что 100 серий любой сериал продержится. Нет, некоторые сериалы, они уже там с первых серий парашек. Которые смотреть лучше не надо. Здесь сериалы, которые держатся. Там, типа, как только кто живее всех живых. Ну, там, можно поспорить насчёт некоторых моментов. Но, тем не менее, фан-база у него большая. Так что... Ну, аниме... Тут, как бы, спорно тоже. Я бы сказал, что многие анимешки... Скажем так, есть аниме, которым... Мало 50 серий. Ну, там, стандартная, там, 52 серии. Или что-то около того. Там, 63 серии. Вот, некоторым аниме этого мало. Прямо реально мало. То есть, ты под конец смотришь... Ну, я сужу, наверное, больше там по двум анимехам. Да, там, какой-нибудь Шаман Кинг и Соул Итер. Да, иногда всё просто напихано-напихано-напихано-напихано-сжато в последних пяти-десяти сериях. Что, думаешь, да, блин. Вот здесь бы можно было ещё один сезон наводять. Причём спокойно. Вот, а некоторые аниме, типа того же Шаман Кинга, да, вот он в конце страдает тем, что там всё сжали и не показали главного, по сути. Вот, а до этого он страдает этими долбанными филлерами, когда... Ты понимаешь, что вот это вот дерьмо можно было бы выкинуть, абсолютно не потеряв ничего. Хотя Шаман Кинг такое. Детская абсолютно история. Соул Итера тоже неплохо было бы, кстати, вынимая какое-нибудь человеческое объяснение, а не удар в рожу. Потому что отвага. Причём, как бы, клёво. Ну, я, то есть, я пересматривал его раза три, он прикольный, да, но концовка, последняя битва с Кишидом. Я ждал, что что-то будет. Ну, реально что-то будет. А не там это... Сила, дружба, жвачка, отвага. Бдыц в морду. Раз-раз сыпался. Ты просто первый раз такой, что? Что произошло? В смысле, я понял, как бы, что произошло. Я не тупой. Я понял, как это работает, но, эй, аниме, ты забыла мне это объяснить. По-человечески, я имею в виду. Зато у нас было, блин, сколько серий с этим долбаным экскалибуром, этих долбанных филеров абсолютно. Просто тотальный хилер. Вообще без вариантов. Вот почему бы это экранное время не пустить на последнюю битву. Силы, в конце концов. Шаман Кинг не 63, а 64 серии. Ой, да какая разница? Как будто я помню, блин, форматы все. Вот, кстати, насчет того, что не хватает иногда экранного времени, как будто бы что-то недосказали. 11, 22, 63. Спойлерить не буду. Спойлерил уже, по-моему, вчера. Но, кто не смотрел, посмотрите вообще. Судя по Википедии, идеально, как бы, все рассказали. Он кончился. Он полностью кончился, сериал. Вот. Но 8 серий всего лишь. По 50 минут с копейками. Очень мало. Очень мало. Агенты Щит. Агенты Щит я смотрел. Досмотрел до того, как объяснили, почему Колсон жив, и потом как-то как-то мне неинтересно стало. Агент Картер посмотрел. Классный сериал. Агент Картер. Зачетный. Если вы понимаете, о чем я. Так, мне надо не разглагольствовать, мне надо крафтить. Крафтить штуки. Сколько минут? 50 минут. Да, давайте паузу сделаю и продолжим. Субтитры сделал DimaTorzok